Всем добрый день! Сегодня мне бы хотелось краешком глаза заглянуть на пляжи Фукуока. Их достаточно много. Есть пляжи, на которых практически всегда достаточно много людей. Это пляжи Long Beach, On Lang, Baisao. Есть пляжи, которые практически безлюдные. Например, пляж Кхем или пляж со звездами. Все эти пляжи за 10 дней нашего пребывания на Фукуоке нам не удалось посетить. Но по одному пляжу на каждом побережье мы посмотрели, какие это будут пляжи. На западном побережье это Long Beach, на восточном побережье это Baisao, на севере это пляж со звездами Starfish Beach. И на юге это пляж острова Хон Том, на который вас доставит канатная дорога. Самый легко доступный и близко прилежащий к отелям пляж это Long Beach, который протянулся на несколько километров вдоль западного побережья Фукуока. Пройти на этот пляж можно несколькими путями. Мы жили в районе отеля Тропикана, поэтому проходили здесь, недалеко от бара Sunset Beach. Дорога, которая ведет к этому пляжу мимо отеля Тропикана, отеля Nesta, была немного пыльна, так как велась в это время стройка. Кроме того, на этот пляж можно пройти и по территории отелей, которые находятся на первой линии. В данной ситуации вот здесь мы шли по территории отеля Heptan Resort. Местные секьюрити не всегда были рады нашему появлению на территории их отеля, но в большинстве случаев нам беспрепятственно удавалось пройти через территорию этого замечательного отеля на территорию пляжа. На пляже достаточно много лежаков, зонтиков. Большинство из них принадлежат как раз отелям, расположенным на первой линии. Но всем желающим эти лежаки тоже доступны. Правда, стоимость была достаточно высокая. 200 тысяч донгов за комплект из двух лежаков и зонтиков. Во время нашего нахождения на острове Фукуок пляж и море были чистыми, спокойными. Песок достаточно мягкий, достаточно мелкий, хотя и мелкий не до состояния муки, но все же для ног приятный. Специально обувь для захода в воду на данном пляже не нужна. Береговая линия здесь не очень широкая, но и не узкая. Достаточно для того, чтобы спокойно разместиться хоть на лежаке, хоть на полотенце. Если посмотреть в обратную сторону, то есть вид тоже достаточно был приятный. Пальмы, территории отелей на первой линии, никакого мусора. Только изредка проходили девушки, которые торговали фруктами и другими продуктами питания. Без навязчивости прошли, предложили и пошли дальше. Пляж Ланг Бич, так же как Он Ланг или пляж Бай Дай в районе Вин Перла, хороши еще тем, что только на западном побережье можно увидеть такие красивые закаты. На закатах здесь получаются очень красивые фотосессии. Следующий пляж, двигаемся по часовой стрелке, Старфиш Бич, пляж со звездами. Этот пляж большую часть времени остается безлюдным. Инфраструктура здесь развита достаточно слабо. Недалеко расположена рыбацкая деревня. И здесь же расположен рыбный ресторан, которому пройти можно через пирс. Песок здесь очень мелкий. Вот он как раз имеет мучнистую консистенцию. Сам пляж, так как является диким, поэтому не очень чистый. Но главная цель посещения этого пляжа – это морские звезды. Ради этих морских существ и едут люди на этот пляж. Следующий пляж – это Байсао. Байсао считается жемчужиной острова Фукуок. Все стремятся попасть на этот пляж из-за его прекрасных видов, прекрасного мелкого песка. Но и этот пляж не лишен своих недостатков. В зависимости от времени года здесь бывают скопления водорослей. Они темными пятнами концентрируются на поверхности моря. Особого дискомфорта они не доставляют. Сплошным ковром они не лежат. Поэтому можно всегда найти чистое место, где можно покупаться. Но опять же здесь очень хорошие пейзажи для того, чтобы сделать съемки в тропическом стиле. Инфраструктура здесь тоже еще не очень развита. Но у этого пляжа, как и у самого острова Фукуок, все еще впереди. Ну и последний пляж, самый южный. Он находится не на самом острове Фукуок, а на острове Хон Том, который расположен южнее Фукуока. Попасть туда можно либо на скоростном катере, либо на канатной дороге. В составе пакета, который вам прилагается вместе с билетом на канатную дорогу. Вас доставляет трансфер непосредственно до пляжа. Бесплатно здесь предоставляются вам шезлонги и зонтики. Кроме того, здесь есть развлечение в виде надувного городка с горками. Можно воспользоваться бесплатно каяками. Пляж здесь также чистый, ухоженный. Есть ресторан, в котором питание организовано по типу шведского стола. Поэтому как вариант для того, чтобы разнообразить свой отдых на Фукуоке, пляж острова Хон Том или острова Ананас более чем подходит. На этом я заканчиваю свой обзор. Подписывайтесь на канал Все для людей. Жду с вами встречи в следующих выпусках.